Я показывал вам тему... Там, кстати, должен сказать, я потом, когда, если доберемся до конца цикла к Скрябину, то почти не играет там гениальность, внутренняя гармония. Потому что вы играете... И все играет верхний голос. А у Скрябина что? А у Скрябина внутри гармония. Вы знаете, это совершенно убивает, потому что идет... А у Скрябина так. То же самое дальше. И вот эта внутренняя гармония убеждает меня, что нельзя так играть в таком медленном дыре. Потому что только когда ты играешь, не слышишь красоту и тихо-корбов. Но не слышишь внутренний стимул, который подстеркнет. Там же синкопа. Вы понимаете? Там-пам, там-пам. И весь этюд так звучит. За исключением средней чаши. Там ни одной синкопы нет. Почему? Потому что побочная партия совершенно другая. И одной синкопы нет. Вот. И опять. Потому что вот эта внутренняя синкопа... Кстати, в чести Аркадьева он говорит о синкопе, но ее не слышно у него. Он в своем уроке, когда он пишет о педали, причем, вы понимаете, эту педаль принимает. Он говорит, что надо педаль на все это распространять. Ну, представляете? Поэтому он так и играет. Вы же слышали? Поэтому он так и играет. Потому что он наслаждается... И вот я не хочу возвращаться опять с Крябином. Это отдельная совершенно очень интересная тема. И вообще не только этого этюда. Хоберт, правильно, говорил о позднем, кстати, должен сказать о космосе. Это самое интересное, что Пастернак сказал страшную фразу. Он говорит, для меня с Крябин закончился в 30 рунов. И третья симфония. Потому что он туда вырвался, что действительно уже очень трудно. Это уже не интеллектуализм. Это уже даже, я не знаю, это философия Глалацкая уже пошла, по-моему, в действие. Но я возвращаюсь к концепту Крябином. Вы понимаете? Вот вы только что слышали два варианта. Я бы специально им показал, потому что мы не думали вдруг замечательно говорил о Бернстайне, сейчас Хоберт и о концепте. Обратите внимание, как у Бернстайна вытянута. Как звучание. Каждая вся... И вы наслаждаетесь каждым абсолютно гармоническим этим хоралом. Понимаете? Но так уже все играли с куколами. Понимаете? И сыграть лучше невозможно. Что все сказали? Кто может лучше про дирижера? Кто лучше Гильдс сыграет Моццент? Ну, фантазию. Об этом будет речь в нашей встрече. Вы понимаете? И вот что получается? Агульта что делает? А мы же слышим другое произведение. Мы же слышим что? Мы уже не слышим. Мы не идем в хорале каждого аккорда, где мы вытягиваем. Вы обратили внимание, как он вытягивает, как дирижер у струнника, вытягивает каждый. Понимаете? Вот это вот совершенно поразительное ощущение. А у Гильда-то тихо звучащий далеко хорал. Вот Гильда. И вот теперь мы оставим оркестр в покое. А как же быть пианистом? Вы понимаете? Пианисты, которые соревнуются в концерте с оркестром, должны вступать. И вот давайте выберем вариант, как вступает Циммерман. Циммерман вступает в следующий. Я не буду уже слушать. Ну, конечно, я подражаю. Каждый звук нога золота. Вот так играл здесь Гильдис. Он приезжал со Светлановым. Не слышал. Он приезжал со Светлановым, и когда я пришел на репетицию, совершенно обалдел. Вот эта вот вторая часть, как заиграл он вот этот вот этот вот. Каждый звук. Ну, ну, плотиволюбый. Вот это Гильдис. Понимаете? Так играется именно, кстати. И все пытаются так играть, а Гольден не играет. Он совершенно по-другому играет. Он так играет. И что появилось? Новое пространство совершенно. Новое интонационное художественное единство. Другое дело, его можно совершенствовать. Его можно по-разному играть. Но это новое, которое появилось сейчас в пятом концерте у него. И вот это Лига. Это покой этот. Это быстрее, это медленнее. Это намного медленнее, чем мы поиграли так. А как же игра? Вот понимаете, вот что получается. Какой говорится. Это чрезвычайно любопытно и интересно. В том плане, что вот эти линии, с чего я начал, о чем мы с вами говорим, эти линии сосуществуют. Вы приходите в филармонию, вы приходите, вы ездите в концерты, можно попасть на Завидульский фестиваль. Сейчас, пожалуйста, откройте Ютуб, и вы везде. Я уже не время дичи, и так далее, и так далее. Понимаете, вы можете все это слышать. Чрезвычайно важно, почему мы встречаемся, чтобы мы здесь обратили внимание, что это не случайности. Гульта это не случайность. Горовиц это не случайность. Это новые закономерности, которые, к сожалению, не попадают к исполнителям. Вот это тема наших встреч, диалогов за рояльем на будущее. Потому что есть те принципы, которые 20-й век нам оставил в лице Асафьева. Вот я взял книгу. Я позволю вам просто две фразы Асафьева прочитать. Чтобы просто понять, почему вообще Сербор и почему я читаю дирекции. Почему я делаю эти встречи и играю. Он пишет следующее. Внутри исполнительской культуры... 100 лет назад. Внутри исполнительской культуры спорят два взаимных несовместимых явления. И они содействуют внутримузыкальному кризису интонации. О том, что говорит сейчас Оглова. О том, что сейчас говорит. Многие все говорят. В Америке полно об этом говорят. Потому что пианисты все здорово играют. Колоссально играют. Но ты приходишь, ты слышишь ту же лунную сонату. Или ты приходишь, слушаешь того же Шопена. Понимаете? Но рождение звуков того же Шопена, понимаете? Шопен же другой совершенно. Уже в наше время и появление... Вот предположим, ну что начать? Предположим взять базу. Это же надо рожать. Интонационно. Это нельзя получить. И что? Можно сдать экзамен. А вот? Вот эти эти звуки. Дел? А где? Дел? Дел? И удивительство. А мажор или вино? И вот это удивительство. Рихтер об этом говорил. Неожиданность. Кстати, Курентис тоже об этом. То же самое. Извините. 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 И вдруг там репризы. Можете и минор, и можете и минор. Извините. И так далее. Будет уже концерт проводить. Понимаете, вот этот момент неожиданности, момент того, что ты ощущаешь, вот происходит сейчас вот эти невероятные изменения инфляционного порядка, они на уровне нанотехнологий. Вот эти диалоги, которые я задумал, чтобы вы поняли, что это уже не то, что это оставили нам, эти нанотехнологии, Яворский и Осадь. И вот здесь я думал даже начать с этого, как Асафир потрясающе описывает, как дирижирован Малер. Он пишет следующее, здесь достаточно сложный текст. Несмотря на многообразие взаимодействующих элементов, составляющих партитуру, музыка развивается плавно и слипно, ведомо и кинной влоли, пластной и суровой, как было у Малера. Или удивительным сочетанием безусловности хотения, кстати, это очень любил Яворский слов, чтобы сыграли именно так, как требует рука дирижения. Дирижора с эмоциональной задушевлостью и нервным подъемом. Понимаете, то есть, это по сути дела, а что Асафир описывает в этой Асафии? Он описывает катарсис. Понимаете, что такое катарсис? Это когда человек выворачивает, то есть, он понимает, что он уже другой. Он слышит что-то другое, вот это другое играет решающее значение. И вот это другое, почему я об этом говорю, и почему я очень, так сказать, волнуюсь, когда об этом говорю, потому что это нам оставил Рахманинов. Это оставил Скрябин. В 20 веке, кстати. Счастью, что у Скрябина очень мало записано. Но я прошу прощения, Хобарта, я сижу в тебе сферу. Ну, что? Дело в том, что именно у Рахманинова мы получаем потрясающую школу того, как он смотрел вперед. И вот этот, мы с Хобартом вчера долго беседовали на разные темы, я полностью с ним согласен, что я это все время говорю. Потому что исполнители должны быть композиторами, но не писать Шопена опять. Они должны перейтонировать Шопена. Кто из них не от себя тянул какой-то, как не дать бог это происходило. И, кстати, должен сказать, что романтизм погиб из-за этого. И вот тут я не могу не сказать, я хочу вам просто показать, потому что два примера. Даже знать об этом просто. Непримиримость, которую писывает Саффик, непримиримость у пианистов. Было две фигуры, которые по сегодняшний день это наигаус и Генбейзе. Не в ущерб Генбейзе. Генбейзе – Потрясающий музыкант. Но вот все, что мы сегодня показывали, он другой музыкант. Вы понимаете? Как он мыслил. Поэтому, когда оба послушали, кстати, Горовица, это знаменитый, кстати, их комментарий, что сказал по поводу Горовица в Энгейзе? Знаете? Он сказал, это как котка. А на что отвечает наигаус ему? Я предпочту как котку. Скучно, наверное. Здорово. И эта непримиримость была все время. Вот я должен вам сказать, что я спровоцировал у меня Десанча Башкирова. Потому что мы замечательно время дружили, могли что угодно друг другу сказать. И когда он был здесь на Риктор Фейсте, я у него брал довольно очень большое интервью. И вот тут возник вот этот вопрос, важнейший вопрос. Почему вдруг оказался Башкиров в классе Голинвейзера? Я... Вот сейчас покажите, пожалуйста, наши маленькие прогминки. И немножко потом... Я вот по этому поводу хочу вас спросить может быть, немножко такой вопрос не совсем деликатный. Я всегда был сражен потому что у вас очень много с людьми вставочек. Вы знаете, какой-то общий знаменатель. Я уже знаю, ваша вопроса. И поэтому, когда вы занимались Голинвейзером таким замечательным андагогом, я своего друга, который с вами общается, наш общий друг, спросил, как совмещалось Дмитрий Санч Голинвейзер и Генрика Устанечный Гаусс? Он мне ответил очень мудро, на мой взгляд. Он подтверждает ответ, а он мне ответил. Ты представляешь себе Гаусс и Дмитрий Санч вместе? Звычитай смесь. Какой будет взрыв? Поэтому вот соединение вот этой мудрости, знаний. Вы знаете, наш общий друг, он прав. Ну, я скажу, да, он прав. Да, да, да. Он прав. Потом, нет. Но получилось это случайно, честно говоря. Я, когда у меня, моя дорогая учительница, близкая, Анастасия, это, 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 бабушка, это, в отличие, теперешних педагогов, которые держатся за более-менее оборезных учеников, не выпуская их. Да, безусловно. Она мне сказала, когда мне было 18 лет, «Филик, дорогой, мне кажется, Филик, пора поехать в Москву, поезжай». Вот, и она как раз, до этого, я не сказал, что это было 2 года в Белике, сколько у меня наше 2 уроки, очень благожелательно, и предполагалось, что я не поеду. Но когда я должен был уже ехать, Геннадий Старыч, ну, знаете, какой он человек был, он как-то не проявил такой конкретной заинтересованности, и до Салата сказал, «Ой, ты знаешь, я очень боюсь, там, так и так, так тяжело поступать в консерваторию, знаешь, Геннадий Старыч, ничего никак не реагирует, я тебе тогда напишу письмо, он тоже замечательный, ему там приезжать не мог, я бы поехал только по человеку, я абсолютно не жалю, потому что я ходил в Москву, я слушал школу учения, я немножко общался с ним, и действительно, я бы сказал так, что педагогическая, моя педагогическая работа для меня не менее важна, в Геннадии даже может более важна, чем исполнительская, вот, Альцам Борисович был мне от этого неоценимым способом, потому что вот он научил меня тем правилам, в лучшем смысле слова, принципам, мы и правилам, я всегда вспоминаю, временно не любил это слово. Дело в том, что я был, я в классе у Альцам Борисовича был такой какой-то чужак, совершенно не похожий, действительно, всех его очень год, все говорили, что вы сейчас же знаете, и когда вдруг Альцам Борисович назначил для меня своего, это был шок для меня, потому что в классе он меня ругал, говорил, я тебе говорю, свои божьи честерки, вот так, понимаете, я очень много по счету я не устал, потому что я не слушал все его концепты, я слушал его последние концепты, когда у нас в Киеве в 18-м селете в Большом Зале, и все, я много научил Альцам Борисовича, вы не думаете, что, например, я могу своевольничать? Все, по-моему, это большое очень интервью, очень интересный разговор с ним был, но здесь, в чем была моя провокация? Провокация была в том, что он-то хотел учиться на Гаузове, и он-то на Гаузове, но здесь как-то сально имело значение, он, наверное, говорил, вот это называется единовременное контрастирование, потому что элемент сдерживания вот это то, что, по сути дела, определяет, наверное, в искусстве все. Это было, кстати, колоссальное преимущество и Гумнова. И Гумнова это всегда поддерживал. Он, более того, он даже очень интересные вещи говорил, именно в термине единовременный контраст, а единовременный контраст это термин Ливанова и написанный в 47-м году, написанный еще сразу после войны. И я считаю, что этот принцип не знают пианисты, к сожалению. Понимаете, сдерживание, которое, понимаете, рождает, вот мы сейчас, я спросил у Хобарта перед нашей встречей, говорю, что такое катарсис? Кто такой катарсис? Вот кто из вас испытывал катарсис? Знаете, что такое катарсис? Тогда человек с ним переворачивался. Вот Хобарт не говорит, что ну да, выборает. А что Хоган написал по этому поводу, посмотрите, у него замечательная статья. Он говорит, я до не знаю, сколько времени ждал, когда произойдет катарсис. И он, ну нет его, ну нет, играют гениальные, потрясающие пианисты, дирижеры, все это, нет катарсис. И он говорит, я уже перестал это видеть. Нет его. Это вот, понимаете, какие-то... И он говорит, когда я услышал первого Шаляпина, вывернула наизнанку и катарс заиграл Рахмалина. Вот два примера всего катарсис. Вы спросите, ответить, поэтому катарсис поикону. Два раза. Первый раз, это был, в 65-й год, Рихтер в Кишиневе играл Моцарт и Гайна. Никогда в жизни не забуду, потому что по сегодняшней детей никакие нации. У меня что-то, он начал с Моцарта. Это, понимаете, какая-то цельность, которая, ты понимаешь, ничего не останавливается. Все, все в единстве. Точно так же вдруг прозвучает. Простите, я сейчас не... Звук вылетела из головы. Вот это остается в памяти, оно тебя переворачивает. Но, я слышал это в оркестре, один-единственный раз. Потрясающий дирижер, вот Хобарт его, так сказать, слышал и знает, этот Блокштег, он был дирижером штатского ПЛ. В оркестре не нуждается рекомендация, это потрясающий оркестр. Почему должен сказать, что там играли? Те времены, это уникальные. И, конечно, Гевантхаус тоже, понимаете, вот там был Мазур, и все это было не то. А когда появился цехи перед этим оркестром, это вообще можно было бы всем выпасть, как звучал этот Мазур. И я почему об этом сейчас говорю, потому что, я вам признаюсь, я рейдал. Первое отделение играет Маурица Полина. Играет концерт Шумана. Потрясающе играет. Это совершенно, кстати, с Блокштегом. Это все было, но это настолько было высоко, и он же молодой, еще тогда был совсем. Это было впечатляюще все. Но когда я слышал 5-6 симфонию Чайковского, «Нейдмирон швед», встать, и вот эта сдержанность, совершенно противоположная нашей школе русской, дежурской, когда интенсивно уже повести, и появляется это немножко, жир какой-то такой, понимаете, появляется нечто, это было очень хорошо слышно у Фенца этого скрипача. То есть, появляется, оно впечатляет, безусловно, я-то больше признаюсь, когда приехал сюда, после эмиграции, приехал Ростропович, он же приехал в Москву и привез 6-ую симфонию Чайковского с оркестром ША. И это по телевидению транслировалось на весь Советский Союз. Мы с женой решили здесь уж для себя, дома, в нашей однокомнатной квартире сделать мы одели вечерние одежды. сели и готовились к этому никакого впечатления. Никакого впечатления. Понимаете, пусть простит, конечно, меня, но вот то, что действительно переворачивает, то, что действительно тебе, вот ты меняешься, и вот это остается на всю жизнь. Можно, мы говорим уже о Дирижорах, твое впечатление, вот про себя слышу только что твой разговор покойный сердце в черепедаке, он бы сказал ему, Юра, ну конечно, ну что ты хочешь, ты был в концертном зале, не слышал живьего. А сейчас перед телевизором, перед телевизором, это сразу проигрыш. Это сто процентов. В том, что черепедаке интереснее в том, он во многом интереснее, но этот человек, кто из принципов отказался полностью от записи, просто записывать, просто записывать, никакой смысл не имеет, потому что он как он был профессор музыкального феноменология, что вот этот феномен, который вот тут, в этот момент ты создал, в это исполнение, он уже ушел. Что за? Ты его никак не повторяешь. Если ты его продолжаешь во времени, это как фотография человека, но это не тот человек, кто дышит. В этом смысле ты не расстраиваешься, ты не расстраиваешься по поводу того, что ты слышишь через телевидение, потому что ты уже ожидал, во-первых. Это называется притчерплать. Кстати, философское. Мне очень интересно, что ты говорил о Сафиев, что он слышал Маля. Я начал думать, потому что он как молодой человек, действительно ездил в Европе, часто, то есть до революции, и Маля же умер от 19-го года, то есть он мог его действительно слышать, молодым. Он не пишет более подробно, где он у него слышал, и что он здесь. Нет, я не встречал. Нет, здесь он использует это вообще. Вторая часть исполнительная интонация, она посвящена исполнительству. И он исполнителям оставил бесценнейший материал, который исполнитель не знает. Более того, я в диссертациях не встречаю даже упоминания того, что посвящена интонация. Понимаете, он замечательно говорит о музыковедах, а кто пишет сейчас? Музыковеды, не те, которые играют. Вы правильно башкирова сказал? У меня и времени этим заниматься. Вы понимаете, вот этот парадокс, который ужасающий, но дело в том, что успевал Рахманина в это все делать. Успевал, он был композитор. И когда, точно так же, как Бах, у нас первая встреча будет следующая, это будет, знаем ли мы, Генри Гаруси и Бастиана Баха. Понимаете, почему? Потому что, действительно, вот этот период свыше в 500 лет, он позволяет очень много посмотреть на музыку европейской профессиональной традиции совершенно под разными углам и зрения. Потому что, Бах, появление ранней романтики, Медельсон, и вдруг, Лист переворачивает это все до конца века. И нужно было, чтобы появился, в первую очередь в Бузоне, о котором забыли, которые, что вы делаете. И поэтому, я вам должен сказать, что Генри Густавович не Гарус, почему я о нем буду очень много говорить. Потому что, он, когда писал своим родителям письма, он писал ужасающие вещи о самых знаменитых пианистах того времени. И кого он поднимал на его? Поднимал в Бузоне. А его учитель в Берлине-Парт, который был, по сути дела, друг Браунса был, превосходный пианист. Они вообще, вся профессура в Германии, также как и лист, они принимали категорически. Потому что, вот интонационное слышание музыки уже начало переставать. И был романтизм погиб из-за. Поэтому все, новая музыка появилась. Совершенно появился новый взгляд. Появился, в общем-то, музыка абсурда, если так разобраться. Потому что, по-другому не скажешь. И мы сейчас это очень хорошо переживаем. И что получается? Новая музыка? Много не так. Много звучит. Если любимого говорить, уже практически нет. Понимаете, вот тут, дело в том, мне дело в том, что и в каждой эпохе, и, кстати, Харнкурд об этом говорил, что в каждой эпохе имела и свою традицию исполнения. Ну, безусловно. Безусловно. И очень интересно, если думает, что интересно, если вспомнить о Сафе, я прочитал, что он, например, не пошел на первое исполнение Вера Симфония Шустаковича, они тогда были молодые, были хорошо знакомые. Но дело в том, что очень интересно, Вера Симфония Шустакович, студенческое сочинение, экзамен, госэкзамен, Глазунов, что там писал, по поводу этого, это есть издание, что он тут делает, молодой композитор, начало, вот эти ноты надо разрешать так. Совершенно верно. Потому что дело в том, что Глазунов, что Шустакович пишет, мне это непонятно. То есть он как профессор, гениальный профессор, Глазунов, астроумный, Савангиевый. Как это? Ты что делаешь? Это должен идти так. А когда это идет так, все, уже как будто нету этого Шустаковический язык, который уже там есть. И он вот уже жил после этого, и сочинял все равно, вот мы не все всегда способны понять композиторы до этих времен. Тогда вопрос встречи. Дневники Прокофьев. Прокофьев приезжает в Эдмитрукстан. Его первая симфония Прокофьев посвящена Савфии. Это совершенно верно. Но дело в том, что Прокофьев, Дневники Дрюклины, последний уникальный, совершенно два тома вот этих громадных, где откровеннейший Прокофьев до поездки в Советский Союз. Кстати, там он, человек сложнейший, труднейший, понимаете, никаких комплиментов, как и Пушкин, но не сказали. Но дело в том, что он абсолютно откровенно пишет об Одессе. Он в 27-м году приехал в Одессу, а его пригласило филармоническое общество. Сейчас же у нас будет 90-летие филармонии. А до этого филармоническое общество пять раз собирали и распускались. Собирали и распускались. И Прокофьев страшно удивился, что вот вдруг его пригласили. Так вот, почему я веду? Как принимала публика Прокофьева? В оперном театре сидел весь абсолютно. Сцена была полностью... Он обалдел, он не ожидал такого приема в Одессе. А давайте теперь посмотрим, это же публика 10 лет назад. Ну не 10, да, 13 лет назад. Очень спокойно принимает Рахмалиев. Это же публика, первое исполнение Скрябина вообще концертов никак. То, да, никак. Это же кто его бережет? Он с Афоном великий бережет. Совершенно верно. Вы понимаете, совершенно верно. И вы понимаете, вот насколько тонкий механизм, тонкий механизм восприятия, почему у Васофьева, я выделяю всегда самую главную фразу из его книги. Он говорит, музыку, искусство делают непрофессионалы. Музыку, искусство делают слушатели, которые живут этим. Слушатели, в которые входит эта музыка, которая, по сути дела, меняет эпоху. Понимаете, потому что Солерий гораздо был более знаменит. Кто же будет сомневаться? А Моцарт ну так себе. Ну и братская могила осталась. А почаше случилось. А понимаете, есть законы, которые никто не опровергнет. Важнейший закон. Я смотрю на часы нам надо заканчивать, уже мы полтора часа мучаем людей с тобой. Вот уже все будут уставшие. Я хочу чем закончить, чтобы мы поняли эту важнейшую вещь. Вот эту Людмиловну фразу это совсем другое. Она так сказала. Я ее спросил, но вот вы учились у Старковой, блестящий педагог. У вас такие соратники, ваш, я уважаю, сзаг у него и так далее, и так далее, и так далее. Этим же гордятся очень многие, понимаете, тем, что вот наделся имеет школу. Она так, не сказала, не гениальность. Это совсем другое. И вот в искусстве нет. Вы понимаете, меня бесит, когда в искусстве понимается, этот играет лучше, этот играет хуже. В Ютубе это нравится, не нравится. У Рахманина там 16-20 не нравится, как играет Рахманина. Ну, кому голову может приходить вот этот мелкий какой-то, понимаете, невосприниматель. Вот это так. Те люди, которые, в общем-таки, искусство вероятное, не слушают. Но мы говорим сейчас о том, что есть и то. И на сегодняшний день мы китайцев никуда не уберем. Юго-Восточная они блестящие. Я, кстати, приготовил, чтобы вы послушали Моцарта, как играет Юджи Ван. Кстати, настолько продажа идет, блестящие перецы, ну, кто будет отрицать? Ну, кто вот может вот так собрать и у этой коробки такой юбочки вот это вот все на рояле выдело. Понимаете, ну, фантастика. Я бы посмотрел, это просто уникально. Кстати, взял еще кореньки с дирижением с Мельниковым, он играет Мельникова на Чемкова. Знаете, и то же самое любопытно. Вот концерт Моцарта, думали, что сегодня о Моцарте еще в Реминоре поговорим о Реминорте, потому что там очень интересная вещь. Там вторая часть с Романством очень интересно, как дирижируют, аккомпанируют оркестры. У меня, господи, в Германии был скандал просто. Все играют восьмушками аккомпанементами. Знаете, а там... Или же Мельников, кстати, начинает на Чемкова играть в Моцартовский концерт, блестяще дирижируют Куринтис на А2. И сейчас вообще на А2. У меня был скандал с предшественниками концерта. И когда я показал, как Югина играет в 47-м году и уже играли на А2. Понимаете, вот это начало знаменитых Реминорного концерта идет даже. Смотрите, как я учили это играет. в 9 часов утра. Только придя на вот этот такой штримзис. С первой ноты идет. Это же конец света. А там же скрыто и совершенно потрясающе это делает. Что делает Мельников? Видите, раз, два. И это у него явно видно этот жест, когда это жест спокойствия, собранности предельного какого-то такого. Мне это очень большое впечатление произвело. А Мельников начинает. на четыре. Какой четыре? А Йодина это же другое. Это же другое. И вы понимаете, вот эти вещи, я почему вам это показываю? Это же не говорю, что плохо играет Мельников. Не замечательно играет. Потрясающе играет. Но он играет свое. Он играет вот то, что создает линию. Понимаете? Вот линию создают великие. Создают Гиллер, Рихтер оставил. Оставил Бузонин в своих записях. То, что мы можем слышать. Линию оставил Гоффман. Мы будем об этом особенно говорить. Потому что Гоффман был лучше, чем Рахманинов считала публика. Я же вам говорю, в Одессе не такой был бум, как у Прокофьева. А почему у Прокофьева был бум, а публика была другая? А какая публика была? А про литкульт не знаете, да? А Масоловские симфонии, не знаете эту музыку? Это совершенно другое. Это другой интонационный словарь. Это ажиотаж, этот пафос, понимаете? И что Рихтер пишет? Замечательно пишет, как он послушал и как себе предстал Прокофьев. Это гениальная совершенно вещь. Поэтому мы заканчиваем с Хобартом нашим встречам. Нам очень приятно было. Хобартом можно задать? Пожалуйста. Да. Нет, сейчас я просто закончу. Секундочку. Я еще хочу закончить на несколько других. Линии. Вы понимаете, великие оставили линии. И эти линии бесценны. Бесценный играл Рубинштейн. Мы не знаем, как он играл. Мы не знаем, как играл Лис, и последующие пианисты могли либо развивать, либо был момент копирования. Помните, как с Чаплиным было, когда он участвовал в собственном конкурсе и занял восьмое место. Чаплин. Точно так же в музыке. Вы понимаете, когда идет повтор, когда идет в этот ключ, а уже никто лучше Гильса или еще повторить так, как Бернстайн. Ну, нельзя лучше сыграть. Ну, убейте меня. Понимаете? И вот вот эти моменты, понимаете, заставляют, что есть другое, я хочу закончить вот на ваш суд просто. Дело в том, что я готовлю большой цикл сейчас и на телевидении, который будет называться «Так играть нельзя». Вот так, как мне сказал Марткович, Юра, так играть нельзя. Вот нельзя, надо играть вот так. И я хочу закончить вам показать два фрагмента, это займет пять минут. Ничего? Ничего. Сыграет Рихтер. И потом я позволю тоже за ним сыграть. Другое. Сыграет сейчас Рихтер, прелюдию Рахмана не часто звучит. Но она звучит у нас в Одессе все время. И, кстати, эту прелюдию, как играет Рихтер, линия. Если вы придете домой и продолжите эту линию, так играют все абсолютно пианисты включить виртуозные пьесы. И он играет потрясающе. И так играют наши одесситы, которых вы очень хорошо знаете, и слышите эту прелюдию в зале. Я не буду говорить. Но там есть и другое. И вот теперь, понимаете, когда я иду на вот этот риск на телевидении, вот это сказать, что так играть нельзя, а может можно, это уже решите вы. Пожалуйста. Рихтер играет АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...